Уважаемые любители рок-музыки, мы начинаем свое путешествие по местности, по этой прекрасной, которая называется там Бодрум, еще как-то по-другому. Но мы находимся в Фетхии, районный центр, и по-ихнему Ильче. Он назван в честь их знаменитого летчика, который пытался первым из среди турков перелететь из Турции в Египет. Но не долетел, разбился. Но его причислили к лику героев. И поэтому в его честь назван этот город Фетхии, и в его же честь назван этот парк. Но! Что я хочу отметить по поводу этого парка. Мне понравилось то, как сказал гид. Знаете, есть выражение, что каждый народ достоин того правительства, которое у него есть. Она сказала очень хорошо, мне понравилось. Она сказала так, что каждый город заслуживает своего парка. И город Фетхии, наконец-то, говорит, обрел свой парк. И посмотрите, какой прекрасный парк. Он реально классно сделан. Здесь тебе велосипедные дорожки. Здесь всякие архитектурные малые формы. Здесь масса растительности, которая еще не успела вырасти, но уже растет. С той стороны, видите, море. То есть, можно пойти и на пляжик, и поплавать. И масса всяких детских развлечений, и горок, и всяких каруселей. И в том числе есть и бесплатные туалеты, и есть разные ларьки с мороженым, с водой и так далее, и тому подобное. Вот такой вот парк. То есть, они заслужили такой парк. И они сказали, что где-то здесь есть самолет. Он как памятник этому Фетхи-Бею. Пойдемте посмотрим на этот самолет. И вот он сзади, памятник Фетхи-Бею и его знаменитому самолету. Когда смотришь на этот самолет, то думаешь, неужели на таком можно было летать? Ну, пойдемте глянем на него. Представляете, насколько смелые были люди в то время. Они боялись взлетать и лететь. Ну, посмотрите на этот стрекозун. И это у них самая главная площадь, где проходят все торжественные мероприятия. В том числе и всякие парады военные, небольшие. Потому что население городишка всего лишь 84 тысячи. Вот, вот это стрекоза. Помните, в войну наши вот эти кукурузники летали, Пешки-2. И не боялись наши девчонки летать и бить врага на них. Тоже были вот такие из досочек сделанные. И вот он, видите, Фетхи-Бей. В 27 лет он, по сути дела, погиб. Видите, прожил 27 лет. Но попытался долететь до Каира. Но где-то погиб, говорят, в районе Иерусалима. Над Сирией пролетел, да там где-то вот разбился. Я смотрю, ну, прекрасный парк заслужил этот город. Вот, согласитесь, что парк прям великолепный. И самое интересное, что, видите, здесь все покрыто вот этим искусственным покрытием. Грязи нет. Есть зеленая трава, все это есть, конечно. Растения, пальмы, все это хорошо. Но основные места, где люди ходят и развлекаются, они покрыты вот этим искусственным покрытием. В том числе и все детские площадки. Поэтому затоптать нечего и испачкаться не в чем. И я вот стою и думаю, а какой же москвичи заслужили парк. А мы заслужили много парков. У нас есть парк имени Горького. Классный парк. Мне очень нравится. У нас есть Сокольники. У нас еще есть масса парков других. Коломенская, где проходят военно-морские парады. И, что мне нравится в последнее время, то, что московские власти начали развивать окраины. И там устраивать парки прекрасные. Дворовые, дворовые. Какие-то скверы, парки, детские площадки. Великолепно. Прекрасно сделали зарядье парк на месте гостиницы России. Жалко, конечно, гостиницу России. Почему мне жалко гостиницу России? Потому что там проходили главные концерты. Потому что зал был там великолепный. Он был сделан с хорошей акустикой. У меня был еще мой товарищ, мой друг. Он был главным режиссером этого зала. И поэтому он мне всегда контрмарки давал на любые концерты. Поэтому мне удавалось посмотреть массу концертов в киноконцертном зале России. И еще что там было примечательно. То, что на подходе к входу в зал концертный сделали аллею звезд. По типу голливудской. Где были звезды наших музыкантов всех известных. Но, к сожалению, его снесли. И теперь там парк зарядье. Тоже интересно были. Что хорошо в парке зарядье. Вроде бы небольшой кусочек земли. Но, тем не менее, они там сделали разные природные зоны. Где-то тундра. Растения тундровые. Где-то лесостепь. Где-то кусочек тайги. В общем, такое. Сделали разнообразие. И сделали прекрасный ресторан в зарядье. В котором тоже масса различных кухонь. В одном огромном зале. Кухонь народов России. Это тоже очень интересно. Вы прийти и попробовали то, то, то. Вот так сделали. Хорошо, мне нравится. Достаточно демократично. А так. Поэтому мы тоже заслужили хороший парк. В Москве. И не один. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, прекрасный вид. Прекрасное настроение. Урок группы Воложюка СД. Потому что мир прекрасен и удивительен. Мы стараемся выйти уже на вершины рок-олимба. Тренируемся выходить повыше. Как там снизу-то? Что видно? Помните, как Аграта Гристи пела? Мы летим, а вы ползете. Чудаки вы чудаки. Нет. Уважаемые любители рок-музыки. Вы не чудаки. Вы прекрасные люди. Но и мы хорошие люди. Видите? Сверху шлем вам привет. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, вот вы знаете. Первый раз за последних 30 лет у нас отдых. Аж целых две недели. Поэтому я наслаждаюсь жизнью. Ну, что я могу сказать. Ну, вот так вот. Как-то. И хочу сказать, что все-таки это полезно. Устраивать себе не недельные отпуски, не пятидневные, а хотя бы две недельки. Тогда ты забываешь обо всем. Обо всех проблемах. Наслаждаешься жизнью. Вот так. Это просто великолепный городской парк, названный в честь их знаменитого летчика Фетхи-Бея. Прекрасное место отдыха и для взрослых, и для детей. Расположен парк прямо на берегу моря с прекрасной обустроенной набережной. Вход в парк бесплатный и с любой стороны. Великолепное место для прогулок. Красивые пейзажи. В парке много различных дизайнерских скамеек, где можно очень хорошо посидеть и отдохнуть. Также немало красивых фонтанов и различных скульптур. Отличный продуманный ландшафт. Очень много развлечений для детей. И качели, и карусели, и горки, и спортивные площадки, и снаряды. Различные диснеевские скульптурные герои. Много каналов, водоемов и лужаек. Пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Как в парке, так и вокруг него. Есть даже качели для маломобильных граждан. Само собой, имеется большой, бесплатный и очень чистый туалет. Продумано все. Мороженое, конфеты, кукуруза и вода. Все по низким ценам. Парк является самым настоящим украшением города Фетхие. Уважаемые любители рок-музыки, но обратите внимание, какие прекрасные инсталляции лошадей. Хорошие, симпатичные, разные, видите. В разных позах. А между прочим, это не просто передать движение лошади. Точно все мышцы указать. И напоминаю, а все это знают, но я напоминаю, что есть некоторые вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Кто-то там сказал из великих, что это огонь, попадающая вода, танцующая женщина и скачущая лошадь. Вот. Это прекрасно. Наблюдать за этим. И не просто так. Младшая клавишница рок-группа Волочука СД пошла заниматься конным спортом. Потому что лошади облагораживают человека. Это благородные животные. И здесь целый табун бежит оттуда сюда. А турки очень хорошо понимают, что судьба, она как лошадь привередливая. Ой, вы, кони мои привередливые. Видите, они специально поставили здесь в парке целую кавалькаду лошадей. Напоминать людям, что судьба, она привередливая, как кобылица. То жар, то в холод бросает. Да, мы же ничего не боимся. Мы же русские рокеры. Мы две недели назад были на Камчатке. Плюс 9 температура воды. Нормально. Здесь плюс 40 была температура воздуха. Вода 30 плюс. Тоже нормально. Мы ничего не боимся. Но судьбе мы относимся к уважениям и надеемся на ее благосклонность. Уважаемые любители рок-музыки, если вы обратили внимание, здесь везде по парку стоят золотые рыбки. А вы скажете, они же не золотые. Это они почернели, поржавели от горя. Они ждали Волочука СД. Они знают, что при косновении Волочука СД все превращает в золото. Потому что он рок-звезда. Хорошо сделали. Хорошо. Не, парк просто прекрасный. Реально. Здесь и погулять, и подышать. И посмотреть на героя. Проникнуться. На героя надо всегда смотреть. Потому что герои нас облагораживают. Герой – это тот человек, который благороден, который действует и рискует своей жизнью во имя своего народа, во благо народа. А не тот, кто там убивал, геноцидом занимался. Это не может быть героем. Просто. Если такие герои у нации, эта нация обречена. А это хороший герой. Правильный герой. И наши герои правильные. Гагарин – наши летчики-космонавты, наши матросы Александры. Зои Космедемьянские – это герои правильные. Уважаемый любитель рок-музыки, как вам крокодильчик? Все-таки любят люди облагораживать крокодильчиков. У нас был крокодил Гена. Ну, в общем, был он и есть. Он уже живет, живет. Ему уже лет 50-60. А он все радует детвору. И здесь, смотрите, добродушный крокодильчик. А я вам напомню одну хорошую поговорку. Египетскую, по-моему. Когда два крокодила дерутся, не стоит их разнимать. Согласитесь, хорошая поговорочка. Поэтому зачастую наши люди, ну, как наши, в мире люди, пытаются друг друга загрызть в конкурентной борьбе. К сожалению, это так. Люди – те же животные. Только немножко облагороженные культурой. Такой налет культуры легкий на них. Но если копнуть поглубже, то там крокодильи зубы вылазят. А детей вводят в заблуждение. Рисуют такими добренькими, хорошенькими, на которых можно присесть, погладить его по спинке. Хорошие. Краткая обзорная экскурсия по парку завершилась. Но я чувствую, что мы приедем сюда петь турецкую песню. Я сейчас ее придумываю на ходу. На ходу придумываю. И я вижу здесь прикольную штуку. А ну, гляньте. Старинная колоночка с водой. Ух ты! Интересно, эту воду пить можно или нет? Уважаемый любитель рок-музыки, это все декорация. К сожалению, тут рэмпет упрождается, что пить это нельзя. Но, видите, показано, как делали трубопроводы. Такие открытые. Которых, я вам напомню, придумали еще римляне, Римляне, которые Рим снабжали водой, они придумали акведуки. То есть, такие мосты, такие тоннели открытые. Вот так вот они делали их. Они шли над городом. С маленьким уклонами снабжали Рим водой. Ну, по сути дела, это правообраз, только деревянный. В Риме они делали свинцовые. Они начинали тоже с деревянных. Потом каменные, а потом делали свинцовые. Но они же не знали, что это вредно для здоровья. Поэтому там многие трубы были свинцовые. Это потом люди дошли, что свинец оказывается вреден для здоровья. И какие-то ученые делали исследование, что вот как раз повышенная смертность римлян была связана именно со свинцовыми трубами. Парк ведуком. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, вы видите, что они творят в этом парке. Они решили устроить всякие препятствия для русских рокеров. А номер не пройдет. Русский рокер везде пройдет. Сквозь огонь, воды и медные трубы. А вообще там мостик-то. А теперь вообще легко танцующий. Понимаете, такой раз, раз, раз. Не предусмотрели турки, что русские проходят везде. Я, конечно, не специалист в мультфильмах. Поэтому не могу сказать, турецкие это персонажи или все-таки это голливудские. Не знаете, но прикольные, веселые. Я таких люблю. Сам веселый таких люблю. Животных всяких. Елена Ивановна, нас приглашают в автобус. Евгения лично. Ну что, парк прекрасный, Евгения. Этот город, значит, хороший. Раз он заслужил такой парк. Любители рок-музыки, мы намерены сегодня сделать доширак-вечеринку. Поэтому бас-гитарист рок-группа Волочука СД приобрел в местном супермаркете. Затарившись, стерж со спокойной совестью, вечером устроим доширак-вечеринку. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.